С этой стороны самоизоляция может и геморройся без хлопоты. На тачке никуда не выйдешь, штрафы выписываю. Ребята, вы мне попробуйте штраф выписать в экшен-игре War Thunder, где у меня 105-миллиметровый шведский танк есть. Ммм? Протокольчик напишите? Значит так. Захотел, погонял по улицам Стокгольма на танк. Захотел, зарубился на истребителе в другой точке и земле. Сел в черт от торпедных катера и потопил кресик. War Thunder вообще крутая штука. Особенно если ты фанат военной техники. Это игра, музейная энциклопедия с тест-драйвом. Реальные самолеты, вертолеты, танки, корабли. Наши пиндосы, англичане, немцы, французы, итальянцы, японцы, китайцы, шведы. Техники тут завались от классических бипланов до современных танков и боевых машин. Короче, захочу самонаводящуюся ракету поставить на свой патч, пожалуйста. А захочу тепловизор на танк. Разнесу всех в онлайн и буду доволен. И все это с топовой графики и продвинутой физикой. Короче, друзья, сидите в самоизоляции красиво и не исключайте. Внизу под видео в описании есть ссылка. Скачивай игру бесплатно, получай бонусы. Только ради бога. И бездействие. Владельца Мерседеса, простите. Простите. То место, где мы сейчас находимся, это северо-восточный район Отрадное. Всю свою сознательную жизнь я помню, конечно, в Отрадном. Я жил на улице Санниково, дом 1. С мамой, с папой и сестрой. Школа, в которой я учился, это 962-я школа. Типа математическая. Потом я отсюда ушел и учился в 265-й школе. И я здесь учился не только математике. Я здесь учился еще и ездить. Все дворы в Отрадном были мной обкатаны, изучены до каждой ямочки, каждого люка и каждого болтика. Когда батя покойный дал мне денег на покупку BMW, а это была BMW 730 бензин, у нее был убитый двигатель. Нужно было перебрать двигатель. Нужно было купить еще на полторы тысячи долларов запчастей и перебрать ее. И вот это та самая первая BMW, в которую я любился, потому что я ее собственными руками перебирал. Мы читали книжки, изучали, какую запчасть куда ставить. С третьего, с четвертого раза мы собрали мотор. Первый раз мы не так поставили ремень ГРМ, и у нас просто хлопнул мотор. Ну, короче, мы учились. Это место называлось Пентагон. Именно в этом месте я поставил BMW Бок. Именно в этом месте я прочувствовал, что такое BMW. И в этот момент я влюбился в BMW. И сегодня, спустя много-много лет, я буду рассказывать вам про BMW M5 в кузове F90. Отрадная. Страна чудес. Зашел в подъезд и там исчез. Для чего нужна BMW M5? BMW M5 нужна для жизни. Для жизни человека, который любит очень быстро передвигаться, крайне быстро передвигаться. Но беда в том, что эту машину покупает очень много подражателей. Подражатели это те, кто ездить нихера не умеет, тачку не чувствует, но подражать хочет. Потому что есть деньги. Но это не мое дело. Мое дело, когда у меня есть BMW M5, наваливать. Что здесь крутого? Ну, во-первых, двигатель. V8 на двух турбинах. В чем его крутость? Он легкий. Это не V10. V10 вела себя, как неуклюжая корова. Несмотря на то, что эта версия не Competition, подвеска работает просто шикарно. Вы знаете, у нее есть что-то от Porsche. Знаете, в каком смысле? Те, кто катался на ПДК, Turbo S 911, меня поймут. Не рекомендую никому на М5 ставить нестандартные колеса. На стоковых колесах машина максимально сбалансирована. Беда этой машины в том, что за ее реакции не успевают окружающие. Вот сейчас разница была. Две абсолютно одинаковые M5. У одной колеса 20, а у другой 21. Вот это та ситуация, когда понт вам стоит дороже. Но когда у тебя M5, тебя никогда не остановят проигрыш. Потому что когда ты на BMW проигрываешь BMW, это не так обидно, когда ты проигрываешь Mercedes, например. Что ты там нажимаешь на свои 500 кнопок, чтобы Mercedes... Сигналь, ёкта! Что он должен стартануть нормально? Сигналь! Что не так? Старт не так, да? Я тебя догонял. Зацепочник догонял. Да-да, вы все на Mercedes такие, догонял, я догонял. Ковшок нету, цвет салона нету. Все панорама! Бельтин, говно, панорамный люк, конечно, братан, конечно. Все это вот у Mercedes есть. Ну а давайте себе чет с кем мы боремся. Ferrari 812 Superfast. 800 лошади на 7. Мы изучаем философию BMW M5 в кузове F90. И эта машина целый день на всех, я извиняюсь за вооружение, залупается. Мы даже не хотели ничего делать. Просто она увидела ваш прекрасный автомобиль и, ну, началось. Не могли бы вы уделить нам метров 300 вот там по хорошей дороге? Ну, в принципе, я думаю, строго на зеленой можно. Как приятно сердцу. Как же приятно сейчас. Владельца Mercedes простите. Простите. Приятное ощущение. Пусть я объехал Mercedes 400 лошадиных сил, но было очень приятно. Так, я не понял, на X-Trail что погоняться хочет? А? Я не понял. Почему все ломанулись и купили себе BMW M5? Потому что это самый дешевый вариант купить максимально быструю, качественную, крутую тачку, которая будет отвечать всем сегодняшним требованиям молодежи и любителей погонять. Абсолютно всем требованиям. Потому что эта машина отвечает на все вопросы. Подрифтить? Пожалуйста. Кнопочку нажал и началось следующее. Массаж в салоне, пожалуйста. Продувка сидений, пожалуйста. Подкачка, пожалуйста. Проекция на дисплей, пожалуйста. Отличный двигатель, который проверен уже временем, настроен и доработан. Пожалуйста. Цепляется за дорогу, да как тварь просто. Да как конченая тварь она цепляется за дорогу. Иди попробуй ее сдвинь с места. В умелых руках это просто супер непобедимый аппарат. Это фит-сервис. Место, где ты можешь не беспокоиться за свое здоровье. Наши мастера-приемщики всегда работают в маске и перчатках. После контакта с ключами, купюрами, документами и другими вещами клиента, наши мастера обязательно меняют перчатки и обрабатывают руки антисептика. Они обрабатывают антибактериальным средством свое рабочее место. Мышь, стол, клавиатуру, степлер, калькулятор, наш логотип, ручку, ручку шкафчика, ручку двери, монитор, терминал, стоп. И многое другое. Все помещения нашего автосервиса проветриваются каждый час. А каждые два часа мы делаем влажную уборку с использованием антисептиков. При приходе на работу весь персонал производит замер температуры тела с обязательным занесением в журнал учета. Температура персонала замеряется минимум дважды в течение дня. Каждый сотрудник регулярно моет руки с мылом под проточной водой и обедает. Только из одноразовой посуды. При приеме автоклиента мы обрабатываем антибактериальными салфетками ручки двери, руль, рукоятку, КПП и панель. Дорогие друзья, каждый клиент фит-сервиса получает бесплатную услугу Аэрофит. Всех микробов выгонит из вашей тачки и еще множество других услуг. Приезжайте. Ёпта. Сейчас мы под вечер нашли Ауди Р8 5.2. И сейчас поборемся с ней. Тот же самый мотор, что стоит в Хуракане. У Ауди 610 лошадиных сил. В Сочи, когда мы снимали Хуракан, значит перфоманта, мы вечером встретились и решили погоняться против БМВ М5 на Акропович. Меня это настолько шокировало, что я просто от этого еще несколько дней отходил. Этот чувак спас меня, возможно, по кругу эта машина, возможно, нет. Давай без ланча, давай. Если посмотреть на все эти старты, то они прям, ну реально, абсолютно все уникальные. Почему? Везде разное состояние покрышек, везде разное состояние автомобилей. Вес и количество предметов дополнительных, да, в машине абсолютно разное. Погодные условия разные, температуры разные. Место, да, соответственно, там, я не знаю, склон, спуск, там, состояние асфальта. Вот куча-куча факторов играет на все эти вещи. Поэтому нельзя сказать, вот это вот прям намного быстрее, а вот это намного медленнее. Те машины, которые явно быстрее, вы их увидели. Но согласитесь, большинство людей, которые покупают БМВ М5, это не всегда люди, которые выезжают на дорогу общего пользования, ставят драги, начинают замерять каждый миллиметр и каждую, там, долю секунду, насколько у них машина разгоняется. Это не всегда даунпайпы или чипы и так далее. По большей части люди, которые покупают БМВ М5, это люди, которые любят тачку, любят хорошую, быструю технику и хотят находиться прямо на пике сегодняшних событий в мире автомобильного спорта. Если вы посмотрите сейчас внимательно, что происходит с Ауди в России, то вы увидите пустые помещения. вы увидите показатель, показатель жесточайшей маркетинговой войны между Ауди, Мерседесом и БМВ. Вот знаете, быть С-классом, Мерседесу больше подходит, чем БМВ Семерки. Быть БМВ М5, БМВ больше подходит, чем быть Ешкой 63 АМГ. Понимаете, о чем я говорю? Чем отличается Компетишн от обычной версии? С жесткостью подвеской и плюс 25 лошадиных сил. Во всем остальном эта машина абсолютно одинаковая. Но в рестайлинге появилась лазерная оптика и электронный щиток приборов. И совсем не важно, у вас Компетишн или у вас НЕ Компетишн. И та, и та машина будет вас постоянно провоцировать на какие-то необдуманные действия, на какие-то постоянные гонки и закусы со всеми, кто едет с вами в потоке. М5 это базовая история, от которой дальше уже пляшут все остальные. От этой истории дальше пляшет уже БМВ М8. От этой же истории дальше пляшет у нас Х5 и Х6М. Что такое Х5 и Х6М? Это ровно то же самое, что М5, просто повыше. Но она стоит подороже. Поэтому, если вам не особо принципиально ездить на джипе, и вам не особо принципиально высота, то, конечно, лучше купить М5. БМВ М5 такая вещь. Машина яркая, прикольная. Вот у нее покрышки сейчас есть. И вот их уже почти нет. Что такое БМВ М5? БМВ М5 это красивый, ласковый котенок. Но ровно до того момента, пока в этой машине сидит теща, жена и ребенок. Потому что, как только они покидают салон, водитель превращается в альпачино с пулеметом в руках. Можно говорить все, что угодно. Но компания БМВ превзошла все ожидания, которые были у фанатов БМВ. Мы ждали именно эту машину. Эту тачку нельзя выпускать. Она с завода создано убивает. Какая-то, блин, инопланетная машина. Просто феноменально ускоряется. Как же круто она ест. Ебой, какие отстрелы. Чем заканчивается история с БМВ М5 в кузове F90? Заканчивается она тем, что мне эта машина нравится. Ну, было бы, наверное, удивительно, если бы она мне не нравилась. Меня не устраивает, что она появилась не в то время, когда хотелось бы. Потому что я считаю, что было бы круто, если бы она называлась кузовом F10. Вот это была бы победа. Вот это была бы прям вообще лещ просто такой Мерседесу. Но, к сожалению или к счастью, это не произошло. Ну и в конце, друзья. Если вы получили заявку на участие в гонках от БМВ М5 F90, задумайтесь. А нахер оно вообще вам это нужно? Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова